Здравствуйте, мир! Меня зовут Вита. Вы просили влог. Вот он. Сегодня я встречаюсь с Аней и с Лизой. Аня, вы знаете, по прошлому влогу, а Лиза это человек, который мне помогал в съёмках сериала «Запрет». Мы заказали просто табун коней. Надо весь этот табун забрать, желательно пофоткать. Но сперва я отправляюсь на конюшню, у меня там есть некоторые дела. Знаю, что всем, скорее всего, интересно, но я не уверена, что на конюшне что-то получится пнять, потому что я хочу побыстрее всё сделать. Ну, может быть, пару кадров каких-то на телефон, и всё, побегу. Идёт какой-то мелкий моросящий дождь. Мне, в общем-то, всё равно, лишь бы он не усилился, когда мы соберёмся на фотосет. А то такое себе. Я ещё хотела вам показать местечко. Блин, ну тут было бы круто что-то снимать. Если бы не эта надпись, блин, ещё с продажей. Вдохлёбка такая. Всё. Бум-бум-бум-бум. Ой, всё, уже едим. Уже едим. Посмотрите на неё. Ну, просто сверхаккуратная лошадь. Что это? Ваш завтрак. Приятного аппетита. Так, всё. Все сытые, все довольные. У всех всё убрали, всех накормили. Да, мяу. В общем, время самой поесть. За время своего отсутствия я вступила в ряды веганов. Так что уже какого-то полтора. Я на растительном питании. Сладкое тоже не ем практически. В общем, я и справилась. Я больше не налетаю на вкусняшки, как это было раньше. Я молодец. Так, все, в общем-то, пошли на тренировку. Кроме этой, мадам. Я тоже побежала. Вот я, как истинный шлейф-блогер, не могу не поснимать в процессе всякую природку. Ну, красиво же ж. Ну, красиво же ж. Всё, надо реально что-то тащить коней и снимать здесь что-нибудь. Всё, я уже не так бегу. Можно спокойно идти. Хоть расскажу вам, кого забирать будем. Я заказала себе кучу-кучу коллект. Потому что хочу с ними снять отдельный проект. Штук 10, наверное. Плюс у меня ещё пятеро вроде бы есть уже. В общем, буду думать, как это всё можно будет реализовать. Всё, отлично. Мы встретились с Лизой, и мы забрали вот это всё. Я знаю, как видно. Короче, там вроде бы их 16 мы посчитали. Ну, там Альдай, вот Монгол. Монгол. Да, у нас есть Монгол. Есть, тогда лучше день. Вот-вот. В общем, идём к Ане. Она нас не знает, насколько ждёт, не ждёт. Нас-то не волнует. Мы к ней идём. Так, вот он, этот самый Монгол. Предводитель. Ты чё? Тебе чё здесь надо? Киса, киса, киса. В общем, мы все воссоединились. Так, считай вместе, да? Раз, два, три. Эй, это мой. А это хрупкий. Так, это какой по счёту был? Не знаю, я сбилась. Это шестой. Шестой. Семь. Ох. Восемь. Девять. Десять. Четырнадцать. Кошка, ты запуталась. И пятнадцать. Пятнадцать мы просчитались, их пятнадцатки. Из которых десять вроде бы моих. Ну, сейчас мы его узнаем. Вот такой. Я прекрасно помню. Вот этот. Этот. И вот этот. Моих вот эти два. А это твои. Так, поехали. Моих тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Во. Я кого-то лишнего назвала. Кошка десятка. Кошку тоже забираем. В ходе расследования. В ходе расследования выяснилось то, что все-таки одной головы здесь не хватает, орловской кобылки. А, еще. Раздобудем еще. Мошади принимают, а всех другого оказывают. Да, да, да. Реально просто все серые. Ну, вот это такой выделывается. Не серый. До того, кстати, не хотела серого. Он есть в другой масти. Но, к сожалению, для проекта с другими лошадьми в нужной мне сцене будет лучше смотреться такой товарищ. Нет, вот это вот новая партия их. Вот они стали вот так это упаковывать. Вот это шапочек еще. Знаете, нет, это есть еще фигурки Вия. Вот, они зашибись хрупкие. Но красивые. И вот как раньше их упаковывали. Да, блин. Он реально поломается. Это как Брер, только еще тоньше. Еще хуже. Ну, вот мне пришел один с такой поломанной. Ну, я не удивлена. Она все носится с этим пакетом. Носится с пакетом от коря. Смех. Прям на камеру работа. Работа на камеру. О, Господи. Так, мы это все уже распаковываем. Это монголец. Это конь Лиза. Он немножко с дефектом пришел. Так, это... Это кто? Это пони. Это пони. Микро-микро-пони. Микро-микро-пони. Дальше мои идут. Это коллекта. У них офигенная стала покраска. Хоть молодые, старые. Ну, блин. Прям вообще красота. Это, очевидно, пинта. Это ганновер. Прям яблочки просто бомба. Мини-альбороза. Будем считать так. Музитана-жеребец. Ну, это очевидно тоже, что арабка. По ней сразу видно. Ну, да. Кого-то давно не расчищали. Кто? Рокки Маутин. Младшая версия ганновера. Они вроде бы похожи. Ну, вот так что. Я не считаю, что это товарищ вырастет и превратится в такого красавца. Это вообще какой-то гигантский жеребенок. Такой крупный мальчик. Он прям, да, вот сейчас с другим жеребенком. Больше, чем эта пунья. Крупнее этого жеребенка. Вот с этим можно сравнить сейчас. Не помню породу жеребят. Ну, я потом, говорю, сниму обзор. Нормальный носил коллег. Даже на морде. Вот чисто вот мордочка. Да, да. Сейчас, оп. Прям вообще сильно крупнее. Потом более подробно расскажу. И главный виновник той жества. О, да. Ай, я вам даже могу сразу сказать. Его будут звать Грог. Вот так вот. Я уже определилась с именем. Все остальные пока не знаю. Но он точно будет Грогом. Там кто-то последний остался. Да, тут очень аккуратненько. О, подготовка-то какая. Это Шарап, да? Да. Арапа, ты вея? У меня просто слов нет. Так, я блогер. Я отнимаю всех коней и снимаю коней. Вообще просто. Он реально классный. Ну, мне нравится. У меня в белой масте больше нравится. Я фоткала. Так, ну и там у Ани еще тоже две коллекты. Тройку. Показывала, да-да-да. Она тоже взяла себе вот эту арапку и Ганновера. Разница просто. По гриве даже. У моей прям огненная оказалась. Огненные кончики. А здесь они такие более нейтральные. Поспокойней. Ну, у этих не так заметно. Но глаза разные. Ну, глаза ладно. Могли как-то по-разному бросить. Это ерунда. Но грива, это прям колоссальная разница. В общем, очень классный товарищ. Очень красивый, но... С дефектом. Да, стоять мы не очень умеем. У нас ножка подкашивается одна. А это он просто машет. Ну, очень красивый парень. Прям безумно. Я бы даже хотела себе такого, но мне он особо не нужен. Ну, реально сфоткать один раз и все. А форма называется Аполлуза. Ну, форма Аполлуза, но так-то это же пинта какой-то Аполлуза. Ну, как это тоже? Не важно, это пинта для меня. На нем написано стандарт Бред. Это стандартный хлеб. Хлеб обыкновенный. Одна штука. Хлеб уж. Буханочка. Какой стой кушать. Я немножко подгоняю. Мы просто кушать хотели. Внимание. Стоит. А, ну стоит. Все равно кривой. Все кривые, блин. Вот что не говори, а реально. Ну, у Веа есть такая. Ну, вот такой вот цирковой. Да у всех есть. Не то, чтобы коллег-то или шляхи круче. Закидать меня лошадьми. Ну, не то, чтобы я против, но, наверное, это будет больно. В общем, сидим всех, раздираем, распаковываем. Мне кажется, я столько лошадей в последний раз распаковывала. А, ну да. На Линкспрайзе. Согласна. Было такое дело. В моей жизни, в общем. Кажется, это было 19-го года, нет? 20-й, наверное, слушай. 20-й? Да. Я тут слабо помню. 20-й. Не 19-й. Сейчас послали его поискать. Вот там всего лошадей столько в коллекции. М-м-м, Мажоры, откуда у вас деньги на фигурке? Ребят, просто, как бы, вы должны понимать о том, что мы уже не... Ну, как бы, я, например, сама работаю, я на них зарабатываю. Мне их никто не покупает. Так что имею право. И мы это делаем нечасто. Ну да, это раз в год такой закуп. До конца года я уже... Ну ладно, бру, я заказала себе еще несколько шлейхов. Потом уже не буду никого покупать. Я девочкам немного рассказываю планы на фильм, который хочу снять. И они узнали про судьбу вот этого товарища. В общем, могу вам заспойлерить только одно. Вы будете считать, что у Бруно еще хорошая была судьба. Если вы помните, кто это. Да-да, первая серия Демона во мне. Подгоревший андалузик. Поверьте, это еще так. Ему еще повезло. Просто мне кажется, люди не помнят, как его зовут. А, ну возможно, да. Но вы поняли первая серия ДВМ, что там было. Все пересматривайте ДВМ. Какое прохожение вы нифига не помните. Обещает она там все за меня. Я, конечно, просто съемку уже ДВМ, правда. Вчера снимала даже. Но как там будет с выпуском, пока не знаю. Прикол у меня вот это вот. Подлежит все еще в упаковке. Да. Типа она все... Семенится у Кобилича, как можно. Да, да, да. Типа того. Прикол. Все лошади, короче, для сериала. И сериал только... Когда снять? Когда снять? Когда она сериал снимет? Когда? Я не знаю, когда я снимать буду. Мы две бессовестные. У них лошадей куча. Они не снимают. Я больше скажу. У меня есть динозавры. Я буду с ними снимать. Но это только в следующем году, потому что мне нужно лету. Так, Аня обещала в 2024. Я в мае месяце. Ты обещаешь? Я обещаю съемки начать в мае месяце, когда травка зеленая и еще не слишком высокая. Смотрите, я зафиксировала это на камеру. Я выложу это в видео. Вы поняли меня, две красотки мои? Мы тебя поняли. Да, мы тебя поняли. В общем, иду и вот этих вот красавиц пинаю, как могу, чтобы они уже наконец-то начинали снимать. Помогите, нас и снимают! Я изо всех сил стараюсь. Я не знаю, почему они не снимают. Все будет, я точно буду снимать. Распаковочки ждите. У этой канала еще нет даже. Вот эта особо потеряла доступ к своему каналу. Да потому что мы и самые лучшие на свете, да? По факту просто в натурикса. Ребят, создать канал дело пяти минут. А вести его дело жизни. Дело жизни. Вот. Так, помните эти локации? Они были когда-то уже на этом канале. Ребят, тут было кукурузное поле. Мы по грязи идем. Короче, девочки решили, что там мы не пройдем. А я фоткаю коня. Он стоит в грязи, но, в принципе, симпатично. Сейчас немножко подстроим, и будет нечеток. Какой же ты просто красавчик, а. Смотри, учится работать на камеру. Какой он молодец. Да вообще я, блин, новые коллекты, я прям в восторге. В общем, я решила, что там внизу как-то у меня не очень получается сфотографировать его. Потому что, как я не крутила камеру, попадает вот эта высочущая трава в кадр. Чтобы вы понимали ее размер. Да, да, да. Это просто так не выдержать, ребят. Да, вот. Я думала, там будет красивый вот этот фончик весь на заднем плане. Но, к сожалению, придется искать дальше локацию, и здесь не вариант. Ну, или просто так держать его и на весу сфоткать. Ну, как бы, обрезать ноги тоже не очень. Не знаю, что посмотрим еще. Непонятно? Непонятно. Очень миленько. Лиза собирает всякие непонятные травки для своего проекта. Чего нет? У тебя камера грязная. Не удивительно. В общем, здесь мне тоже что-то не нравится. Никак не могу найти, где его сфоткать. Такой красивый конь, там вообще прекрасный. Здесь тоже какие-то вот это вот... В общем, все здесь испортили все это поле. Было прекрасное поле. Ты меня нахожу венок? Нет, венок мне не нужен. Ну, как бы, красиво, но вот что? Я вот на фоне вот этого вот, вот этой мертвой кукурузы буду снимать. Что это? Это кукурузочка. Вот это какая хорошая кукуруза. Ну, в общем, что-то мне кажется, что в тассат у нас сегодня не пойдет. Во. Ну, хоть что-то симпатичное будет. Здесь тоже вот этот болт торчит. Надо будет его, наверное, как-то обрезать потом. Я не знаю, как я всегда выхожу. Самая чистая. Вообще, горы, неважно что. Я всегда самая чистая. Хотя идем мы по одному маршруту. Я иду за ней, чтобы вы понимали. Я за ней иду. Вот да, я еще обычно иду куда-нибудь первая. Так, несмотря под ноги, я не знаю, где они находят всю эту грязь. Может быть, я иду как-то ее вытаптываю? Откуда? Что там? Ну, обувь у меня то... Да, блин, нет, у меня нормальная обувь почти что-то. А я о чем? Я не знаю. Я не знаю. А мы ведь идем за ней. Она ведущая. Мы ведомые. Мы взлетать и мы выходим свинки. Так, девочки сами предложили, чтобы я закопала их где-то вот здесь. Да, если мы не будем снимать. Место достаточно глухое, неизвестное. Туда пошло. Я и туда не пихала. А! Тут затопило все. Чего там затопило? Там была петрушная дюна. Дожди, все дела. Не, ну в принципе, тебе пофоткать есть. Ну, не сказала бы. Леся, можно почистить. Ну, как-то мне не очень. Короче, я сегодня привередливая до жути. Гупники. Да, такие. Гупники шлях ютуба. Гупники шлях ютуба. У тебя девочки нет? Просмотры есть. А если найду? Лайки ставите, товары. Ставьте лайк и подписывайтесь. Так, ну если мне не нравится здесь, мы пойдем куда-нибудь туда. Оп. Оп. Я не знаю, идет ли кто-то за мной. Но я иду туда. Там тоже ничего интересного. Там высочайшая трава и ничего прикольного. В общем, я все равно пошла в это поле. Не знаю, за мной вроде никто не идет. Мне кажется, меня немножко бросили. Ну и ладно. Мне тут зашибись. Не, я дно прекрасно. Уйду я от них, от всех. Ну, в принципе, на этой дорожке, может, что-нибудь можно. Сейчас посмотрим. Вот. Вот здесь мне прям нравится. Пытаюсь тут же ребенка пристроить. Посмотрите, там на них идут, а. Главное думать, что ты там где-то лежишь на берегу. Лежу на берегу, ну, вполне в моем стиле. Да. Ну, я еще сказала, что если мы услышим всплеск, тогда надо паниковать. Мне даже интересно, как она будет это делать. Я вот там спокойно перешагнула. Эти дурехи полезли под забором. Я повторяю этот вопрос. Спасибо. О, боже. Потом они удивляются, почему я чистая, а они грязные. Все, я пошла нормальной дорогой. Если ты хочешь там же лезть, давай, я пойду нормально. Здесь можно просто спокойно перешагнуть. Зачем такие извращения? Странные люди. Ну, нормально. Идешь? Иду. Сейчас просто камеру уберу. Стало сильно раньше стемнеть. В общем, мы уже разъезжаемся, хотя не так поздно. Всем спасибо, кто был с нами на протяжении этого влога. Да-да-да, с Аней мы уже разошлись. Всем интересных приключений и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...